И тема моих кодов-плана сегодня это работа интегрального сегмента для своего приложения Рекорд-код Рекорд-код Такое именно название Но на самом деле доклад будет интересен абсолютно всем потому что мы будем давать за код, который я писал Просто я расскажу про два блок-кода что у меня получилось и что будет дальше Начнем давайте с рекорд-кодов Первое, что приходит в голову это селение Магия Которое на самом деле не знаю, есть ли кого вообще заработало и не хотели, кто ее использовал мне кажется, где нет Потому что, ну на самом деле Рекорд-плей воходит в мере, во-первых очень трудозаправных Нужно создать инспектор Причем инспектор нужно создавать, выбрать таковое решение либо создавать свое где-то вообще не знаю, какие будут затраты по времени Далее нужно создать движок для записи само собой чтобы все, что будем нажимать на страницах оно записывалось и сразу же вытекает маркет то есть движок записи должен работать с инспектором и последнее движок для воспроизведения на самом деле далее мы посмотрим воспроизведение везде есть в моем случае воспроизведение то, что будет написано с помощью DSL будет поэтому видно, что первые три вещи займут времени, сложно реализовать и в конце концов никто не гарантирует что мы получим то же, что мы хотели с самым началом так вот и происходит там проблемы начиная с инспектора и так далее т.е. проект это свой подход я на нем уже долго не буду восстанавливаться несмотря на то, что он существует у практически всех инструментов я потом расскажу как его можно вот совершенствовать в простом виде он очень я бы сказал недееспособный в нашем случае давайте будем двигаться дальше что же такое DSL то есть я говорю, что хочу сравнить два подхода первый record play второй DSL на DSL я остановился чуть подробнее потому что это действительно интересно во-первых DSL это компьютерный язык программирования я думаю что многие из вас уже знают что DSL кто не знает сейчас я начну немного капитанить открывать им тайны например каждый большинство из вас использовали sql пожалуйста это DSL изначально он имел всего лишь несколько наборов команд это insert, delete, select и точно не скажу это было несколько команд например 5 далее он развился такого монстра что сейчас не одна фактически самая развита использует все именно SQL решения а это DSL например возьмем язык разметки html это тоже DSL и проект на которых мы с вами работаем это как правило сочетание одного языка программирования общего назначения и множество DSL как я сказал DSL имеет быковую природу в чем еще плюс DSL так как это предметно ориентированный язык то мы всегда четко определяем домен предметную область о которой мы будем говорить то есть например в данном случае когда мы говорим про автоматизацию тестирования мы четко знаем что например нам нужно 10 проверок на странице и 17 действий ну у меня будет наоборот 10 действий и 17 проверок то есть мы четко можем ограничить нашу предметную область даже если пройдет пять лет и что-то придумают новое на странице нам очень легко это поддерживать добавить всего лишь одну команду наш DSL вот и все то есть DSL как вы видите очень хорошо фокусируется на домене что следует его название поэтому в принципе я и решил его использовать при создании своего инструмента какие бывают DSL они делятся на две большие группы это external DSL и internal DSL external DSL это непосредственно то что я использовал и суть их состоит в следующем во-первых вы вольны писать все что хотите у вас стоит всего лишь одна задача потом сделать парсер для этого более того можете не делать парсер есть готовые решения то есть вам вообще ничего не нужно сделать свой DSL но мы рассмотрим все-таки тот подход когда мы выбираем синтаксис и операторы пишем парсер и так далее но это все требует времени потому что для начала мы будем определять предметную область нам четко изначально нужно определить какие в общем то какие слова будут какие команды и операторы затем после этого мы должны написать парсер парсер на любом языке который вам угодно то есть это очень удобно но это требует много времени то есть зависимости от области которую вы собираетесь покрыть своим DSL это может варьироваться от большого промежутка времени до колоссальных колоссального времени то есть зависит конкретно от вашей задачи если у вас есть ресурс и время можно использовать external DSL второй вид это internal DSL он всегда использует готовый язык в интернете самые распространенные мне нравится этот пример написать свою библиотеку которая будет работать с e-mail то есть вот пожалуйста ваш DSL вы создали класс либо это будет библиотека в котором есть основные команды отправить кому принять и так далее вот это internal DSL то есть вы можете использовать java только вы делаете библиотеку которая специализируется именно на этом и вы говорите это мой internal DSL то есть отсюда сразу же понятно мы обязаны использовать язык на котором мы пишем то есть мы не можем определять как синтексы и операторы нас интересует только реализация то есть мы структурируем что-то передаем структуру и одним из плюсов такого подхода понятное дело является что мы требуется много времени потому что по сути нам марсер ничего не нужен мы используем уже готовые программирования и после быстрого пролета по DSL представляете сколько написано по этой книге сколько об этом можно говорить например Антон Семенченко можете посмотреть его очень интересно рассказывают про DSL я в принципе оттуда много чего поучить в принципе просто подведем метод и перейдем соответственно уже в первых в чем главный плюс DSL так как это язык его читать очень просто его просто модифицировать и просто исправлять следующее DSL является фокусирован на четкой предметной области поэтому вы с легкостью можете всегда заметить ошибку понятно что ошибки будут большинство бедны и они очевидны следующее дополнительно помогает удерживаться драйк то есть что когда мы пишем наши тесты понятно многие куски можно выносить методы потом вызывать методы тем не менее мы часто всегда повторяем когда мы определим свой DSL в котором будет 15 команд и как по мне вообще полностью пропадет повторение самого себя понятно что мы всегда будем использовать те же самые команды но не будет такого что нужно расписывать методы а потом забыли и получилось что там один код используется в одном и том же месте это очень важно учитывая что всем мы с вами профессионалы и должны всегда придерживаться концепции которые нам предлагают консорциум всемирный и так же DSL когда мы определим наш домен первых и нужно к этому идти и заранее но тем не менее и сам DSL нам поможет абстрагироваться от ненужных вещей мы будем всегда знать я говорю сейчас 15 действия которое я во время создания DSL оно к этому не относится либо можно поставить под сомнение переосмыслить и добавить но тем не менее все же оно помогает адаптироваться от ненужной информации а что же в принципе и предыдущие данные слайды дублируют друг друга я описал что DSL это классно это нужно использовать там где это необходимо либо любой какой-то цель даже учебной здесь опять же описаны помочь в автоматизации то есть когда мы приходим например к осознанию что я сейчас начну писать инструмент для автоматизации веб-приложений нужно четко понимать что я уже эту область проработал нельзя прийти например на автоматизацию тестирования и через неделю начать писать ну я не думаю что это получится то есть в этом это говорит первый пункт что конкретная предметная область которую вы знаете которую вы отлично владеете и вы с легкостью можете сразу определить что вам нужно какие команды и действия это просто сами понимаете приходит с опытом так просто это не может это следующее легко разрабатывать это я сказал что новое поэтому написав такой DSL вы говорите и окружающим я уверен завтра будет работать пройдет некоторое время не составит труда это немного усовершенствует и да тут на выходе мы всегда что хотели но это связано опять же с пониманием области которую вы рассматриваете если есть понимание области вы делаете DSL инструмент вы получите то что вам есть если этого понимания нет то вот звездочка стоит вы можете не получить все зависит от вас и если DSL написан грамотно профессиональным человеком то ему будет больше есть какая-то инструкция или вообще нет и может быть в этом то и суть что со временем наверное писать тесты то есть скрипты одни и те же надоедают так как мы все же занимаемся автоматизацией то пора выходить на новый уровень то есть предоставлять инструменты которые выполняются сами все за нас идем далее сейчас я начну быстренько пройдусь по структуре ну сильно не обращайте внимание название это ну просто вы понимаете вообще структура моего инструмента такова что есть библиотека потом есть UI то есть тесты которые будут написаны на DSL можно запускать с помощью поста библиотеки либо UI кнопочки и все отдельно просто каждый раз когда мы начинаем писать новый тест с чего состоит наш сценарий тестирования во-первых нам дают приложение то есть это нам дают URL к нему чтобы мы знали где оно точно находится это первый параметр который мы точно знаем есть далее мы должны определиться в браузере сколько там линии я в моем инструменте поддерживается Chrome и UI с поводу других я даже не заморачивался вот такие дела мы знаем что нам нужен браузер нам нужно браузер настроить на самом деле в моем инструменте это не сильно поддерживается из-за ряда причин но настроить это что например автоматизацию загрузки настроить либо настроить куда файлы будут это работает но не везде это стадия разработки вот смотрите у нас есть браузер мы его настроили мы знаем URL мы перешли нам осталось делать три входных параметра первый браузер URL и файл с командами и данная библиотека позволяет сделать 10 действий на странице и 12 проверок то есть все достаточно просто далее и вторая часть это UI соответственно на Java мы потом остановимся почему Java в самом конце вот смотрите то есть что у нас добавилось файл входной DSL он имеет в основном на данный момент формат TXT так было в конце про будущее TXT можно отказаться и перейти например на XML я скажу почему далее браузер это понятно ему нужен только драйвер уровень ну ничего не то есть смотрите чтобы работать с помощью данного инструмента все что нам нужно установить Java седьмой и большей версии установить не установить скачать и добавить паз драйвера добавили и все у нас работает UI включает в себя просто обертку чтобы были удобства там конструктор команды и конструктор трех входных параметров то есть структура достаточно большая как выглядит самый простой тестовый сценарий то есть тестовый сценарий это некий файл например есть файл внутри его может быть множество тестов с помощью слова тест и его название далее идут команды которые поддерживаются DSL я естественно останавливаться не буду все очевидно просто да клик и так далее сдается для элементов какой будет использоваться тип локатора и так далее все это описано внутри UI это не с помощью но я думаю то есть любой тестовый сценарий как было сказано интуитивно понятно что здесь происходит например я ожидаю что появится какой-то title некоторое время я кликаю по такому-то ID я ожидаю что появится какой-то элемент CSS все после этого идет новый тест то есть откроется браузер и откроется новый браузер и на счет этого в конце выведутся результаты тестирования на счет результатов тестирования как будет показано далее так как основной целью до данного момента разработки данного инструмента было именно получить желаемое тестирование тестирование на самом деле еще далек от идеала им будет идти с работой сами понимаете что несмотря на то что это занимает день особо некоторое время не мало это некоторое время останавливается то есть таким образом выглядит наш тестовый сценарий понятно если мы знаем четкую инструкцию мы можем просто открывать блокнот и писать кстати я забыл упомянуть смотрите external DSL может достигаться множественными специальностями самый простой просто берете любой вообще формат например текстовый и парсите его существует еще множество походов например есть готовые решения они проще и быстрее гораздо и так далее я точно не помню порядка четырех и пяти но самая распространенная берешь какой-то файл используешь либо берешь используешь интерфеймборд смотрите как выглядит UI то есть у нас есть самый простой транструктор команды где мы пишем название теста выбираем команду локатор и так далее эти команды добавляются в поле в текст в текст эрию в которой все эти команды будут находиться затем мы можем выбрать какой-то из браузеров и дать также здесь не показано как я сказал в стадии разработки можно поставить галочку что я хочу автоматизировать загрузку чтобы не появлялись окна и также могу дать путь куда я хочу сюда подкачивать например на диск и оно все прекрасно скачается далее смотрите помимо того что можно с помощью этого UI конструировать то есть тесты их можно естественно сохранить потом открыть все оно там грузится есть еще один вот мне всегда нравился подход который используется ну понятно почему мне всегда такое что и вот у меня есть такой вот дебаггер то есть второй режим работы режим дебага сначала мы выбираем браузер выберем URL нажимаем кнопочку и все это появляется новое окно вот такое теперь мы можем выбирать команду нажимать выполнить ее и будут происходить действия на странице если команда провалилась выведется сообщение при этом браузер не закроется то есть при оплате по-моему идеально так считается мне кажется идеально как я говорил после того как задан браузер и урву есть хотя бы одна команда можно будет допустить данные данных сценарий запустируется и тестов может быть много именно в сценарии мы запускаем то есть так как инструмент полностью используется для себя только по понятным причинам то откроется браузер пройдет тестирование он закроется и выведется результат на самом деле есть один большой недостаток тесты можно запускать как я говорил в самом начале с помощью библиотеки открыли передовые параметры и допустим там рекорд будет получше когда UI писался ну отсюда и string вырос просто надо было написать UI здесь репортинг не очень хороший но в будущем планируется чтобы все будет на высшем уровне далее команда можно редактировать то есть далее идет перечисление возможностей которые очевидны для каждого из нас не будет редактирования команды почему инструмент UI если я допустил ошибку мне получается нужно подыскать где я его сохранил вручную нет ну то есть самое заставе редактировать команды и в общем то все давайте посмотрим итог инструмент построен написан на языке java использовать например для оселения веб-драйвер и это хорошо потому что во-первых как бывает знаете написано библиотека на одном языке UI на другом и получается все остается консистентным поэтому легко будет поддерживать и работать далее все же данный инструмент я думаю многие заметили он направлен на данный момент написание простых тестов делать какое-то действие и проверить понятно что тест может быть не вопрос но на данный момент он не создан для интеграционных больших в которых нужно какие-то данные пописать какие-то листы перейти делать обменения потом где-то проверить ну определенно он делан не для этого далее тесты легко описать текст я и выбирал BSL потому что с помощью конструктора команд он выпадет просто с тысячи команд очень легко написать тесты нужно это определять локаторами либо если вам интересен другой подход вы там очевидно все понимают какую-то команду тест команд интуитивно понятны просто открыть текстовый файл самому накидать и все почему бы не не тестировать таким образом словом зломодить какие-то огромные проекции все очень удобные инструменты как по мне для тестов посты он не идеально и два пути непосредственно с библиотекой и через UI приложение и UI имеет два режима работы очень удобные работы на вкладке если возникает какая-то проблема можно быстро перейти на страниц и пробовать кликер понятно что в любой языке программирования можно использовать новое и добавить но опять у нас проект используется фреймворк для приложения то есть каждый проект который это фреймворк для приложения а если мы используем просто инструмент то такая опция очень вкладка кучка и будущее я же тебе сказал основная цель было написать тоже так как я использую external BSL будем говорить прямо написать парсер так как в один момент стала необходимость визуализировать и первое что мне пришло в голову и в тот момент который я писал я больше был на данных я написал вопросов ну из малого данные технологии 20 лет уже 40 тысяч лет даже видно это динам не работало ну в будущем появилось как можно сделать адекватный репортинг здесь все зависит от времени и от желания то есть я думаю многие из вас хотели написать свой какой-нибудь репортинговый премьворк по ауру поэтому все зависит от времени либо прикручиваем как готовое либо пишем свое сделать генератор кода и здесь это очень сложный вопрос сделать генератор кода потому что я например не зря именно хотел рассмотреть в начале рекорд подходит потому что когда будет делать такое произойдет будет генератор кода надо будет почему потому что тогда я считаю это может нам очень сильно помочь тем что в тот момент когда будет происходить действие оно будет нам генерировать наш тсс очень длинно таким образом генератор кода здесь двояки во-первых генерировать тсс либо генерировать код на каком-то конкретном жарке или шарке и последнее хранить тестовые сценарии только см это лично моё предпочтение просто потому что кайфт имеет множество ограничений сейчас я буду заканчивать вопрос задав что я не буду ответить в общем то я думаю что это все спасибо за внимание хочу услышать море ваших вопросов так просьба нужно закончить неделю подождите во-первых если вы хотите услышать для чего мы это все делали лучше посмотреть выступление Антона Семенченко он это рассказывал но я вкратце могу сказать то что во-первых мы с вами автоматизируем полгода год полтора и в конце концов это должно надо есть это вам писать постоянно одни и те же скрипты то есть автоматизация должна как по мне выходить на такой уровень чтобы писались инструменты которыми будут пользоваться обычные например тестировщики даже может не тестировщики вообще обычные люди то есть мы как автоматизаторы тестирования предоставлять готовые инструменты помещу которого они смогут на одно приложении нужно писать, что это не тестовый фреймборк, ну, я думаю, вы понимаете, что он идет по тестовым фреймборкам, то есть вот наша оболочка, там, мемория тестов, метода по второе-второе. Инструмент нам дает возможность быть гибким, то есть использоваться во множестве приложений. Да, действительно, роботы, да, если брать просто его, я просто всегда робота беру как возможность того, чтобы написать свой фреймбор, поэтому я сказал писать тот. Почему не использовать тот подход? Я отвечу прямо, потому что мне хочется найти что-то свое, скажем так. Во-первых, там не используется DSL, то есть вот поэтому там используется DSL. Во-вторых, как по мне, вся классная робота фреймборка именно рассказывается, знаете, когда вам дают приложение и говорят, мне не нужно, чтобы вы мне писали тесты, напишите мне фреймборк, а я сам потом с помощью фреймборка буду справлять тесты. Это же там поддерживаются, они очень вкусные вещи. Поэтому я вам считаю. Спасибо. 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 Конечно, я безусловно с вами согласен, может поэтому я и делаю ремарку на то, что в первую очередь данный инструмент будет предназначен на какие-то небольшие тесты. Это во-первых. Во-вторых, ну не знаю, может это специфика проекта, на моем проекте не так много уходит времени на поиск плокаторов, потому что там хватает на других проблем. И третье, опять же, с вами согласен, поэтому мы и будем стремиться к record and play в конце концов, чтобы можно было генерировать данные DSL на ходу. Конструктор как таковой останется, но не будет использоваться, а будет использоваться именно record and play. То есть я с вами фактически согласен, что это такой подход, то есть ограничение очень большое. Да, времени по-прежнему нужно тратить множество на поиск плокаторов, но тем не менее, если брать данные инструменты для автоматизации не больших проектов, а таких проектов море, то почему бы и нет. Ну и все, пока не задали еще вопрос. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok